Глубоко уважаемый председатель, глубоко уважаемые коллеги, я вот сегодня выпала, я не как хирург выступаю, но этого вопроса мы решили коснуться. И речь пойдет об иммунотерапии рецидивирующих инфекций, больше вводящих путей у детей, именно об иммунотерапии, потому что подробно говорить об антибактериальной терапии в учреждении, где работает профессор Перепанова, мы посчитали, что это не очень корректно. Но когда мы говорим об инфекции мочеводящих путей у детей, Когда мы говорим об иммунотерапии инфекций нижних мочевых путей, мы все прекрасно знаем, что когда инфекции нижних мочевых путей, это достаточно частые заболевания детского возраста, И при пубертатном возрасте циститом страдают в большей степени девочки. При этом после дебюта инфекции частота рецидивов на первом году после первого случая рецидив возникает в 50% случаев, а при отсутствии адекватного лечения на втором году эта цифра повышается до 75%. Нужно сказать, что мальчики вообще страдают циститом, если он и бывает только на первом году, как правило, и рецидивы достигают 20%, а затем снижаются. И теология циститов достаточно разнообразная, и основные симптомы отличаются в детском возрасте от симптомов у взрослых. Мы практически не видим выраженного болевого синдрома. Как правило, есть фалакеурия, держание мочи, симптомы ургентности. И лишь у старших детей иногда возникает болевой синдром в конце мочи и спускания. Из лабораторных методов диагностики инфекции мочеводящих путей помогает выявление лейкоцитурии и бактериурии. Однако, патофизиология цистита значительно сложнее и малое наличие лишь инфекционного агента, потому что наличие состояний, сопровождающихся нарушением уродинамики нижних мочевых путей, которые могут быть вызваны инфривизикальными абструкциями, нейрогенными дисфункциями, разнообразными пороками развития, сопровождающимися также нарушением уродинамики, играет очень важную роль. И есть состояние, на которое мы, как урологи, увы, всегда обращаем очень мало внимания. Это действительно иммунологический статус больного. Если обратиться к клиническим рекомендациям, которые согласованы с рекомендацией Международного общества урологов и Международного общества педиатрической урологии, то лечение представляет собой применение антибактериальной терапии с учетом резистентности микрофлоры. Мы обязательно, это, как сказать, наше российское уже ноу-хау, потому что действительно на Западе этого меньше уделяется внимания, речь пойдет о физиотерапевтическом лечении, об инстилляциях мочевого пузыря. И есть альтернативное лечение, это использование иммунотропных средств. Но даже применить антибактериальную терапию, выбрать наиболее адекватный антибактериальный препарат, нам нужно знать, какой же возбудитель чаще всего встречается среди возбудителей инфекций нижних мочевых путей. И вот данные исследования Армир ясно показывают, что в амбулаторных условиях, то есть больные, пришедшие на консультацию с инфекцией, преобладает, вы видите, кишечная палочка, протеинтерокок. Все опять же знают, что в стационаре эти возбудители поменяются. И наибольшее значение приобретет группа КС, клепсиел, энтеробактер, сырация. Ну и вы видели, что наиболее часто встречается кишечная палочка. И представленные вот среди амбулаторных инфекций нижних мочевых путей применяются наиболее часто препараты. Вот здесь представленные. И вы видите, что никакого, грубо говоря, клинического результата мы не можем ждать от полусинтетических пенициллинов, от котримоксозола. А остальные препараты работают очень хорошо, в том числе и нитрофоронтаин. Но антибактериальная терапия и, более того, антибактериальная профилактика рецидивов инфекций нижних мочевых путей, она тоже сопряжена с трудностями. Это формирование полирезистентных штаммов. Это проблемы, которые связаны уже с фармакологической промышленностью, потому что в последние годы мы практически не видим новых классов антибиотиков и работаем с тем, что у нас есть. Это побочные эффекты от использования антибиотиков, которые очень явно проявляются у детей, особенно раннего возраста, и всевозможные варианты дисбактериозов в первую очередь. Поэтому, конечно, значение альтернативной стратегии тут не вызывает сомнений. И если мы говорим об иммунной защите циститов, об иммунотерапии при этих состояниях, мы должны помнить, что действительно иммунная система у детей является незрелой, и дети более склонны к развитию инфекции. Кроме того, длительная антибактериальная терапия отнюдь не укрепляет иммунитет и ввозит диссонанс в микрофлору. А естественным источником при инфекции нижних мочевых путей в первую очередь является микрофлора кишечника. Важным фактором защиты слизистой, местной, уже таким барьером является, конечно, наличие иммуноглобулинов в моче, в первую очередь иммуноглобулина. У девочек, как показывают проведенные исследования, концентрация иммуноглобулинов в моче, у девочек, страдающей инфекцией нижних мочевых путей, почти в три раза ниже, чем нормативные показатели 0,5 мг на литр. Поэтому и возник вопрос об иммунотерапии как альтернативном варианте лечения циститов. И вот сейчас достаточно широко стал использоваться. Кто работал с этим препаратом, знает, что несколько лет назад он у нас появился, и мы начали все работать с этим препаратом. При рецидивирующих инфекциях потом он исчез у нас на рынке, сейчас он появился снова. И поэтому, в общем-то, несколько слов. Урваксон, нужно сказать, что препарат, который рекомендован и ассоциацией педиатрической урологии, и ассоциацией урологов международной, это, собственно, леофилизированный бактериальный лизат 18 штаммов кишечной палочки. Мы видели наиболее часто встречающегося возбудителя инфекции нижних мочевых путей. Как же действует урваксон? Нужно сказать, что идет стимуляция иммунитета собственного, как гуморального, так и клеточного. Это параральный препарат, который всасывается в кишечнике, накапливается в лимфоидной ткани первых бляшках, а ведь площадь лимфоидной ткани у взрослых достигает 200 квадратных метров, то есть это огромное, так сказать, депо. Затем происходит как активация клеточного иммунитета, это фагоцитоз усиливается, так и активация гуманитарной составляющей, гуморальной составляющей, и идет активация тейбы лимфоцитов, которые поступают в кровеносное русло, и затем мигрируют в мочевые пути, где и, собственно, усиливается продукция защитных, и специфических антител, и повышается, так сказать, фактор местного иммунитета. При этом, повторяю, активируется как врожденный иммунитет, в первую очередь это фагоцитоз, и дозревание идет дендритных клеток, так и приобретенный иммунитет, как гуморальный, так и клеточный. То есть усиление иммунного ответа идет за счет собственных факторов организма. В отношении схемы лечения схемы разные, но с 4 лет этот препарат разрешен к применению, 6 мг содержится в капсуле, и лечение, вот протокол, разный есть. Но в основном, когда мы назначаем препарат в острый период, он должен сочетаться с антибактериальным препаратом. На выбор, либо это идут клавлонат, защищенные пенициллины, либо это цифалоспорина, как правило, второго-третьего поколения, там, где усиленно воздействие на грамм минус флору. Хороший эффект дает применение терамидамола фосфата или манурала и в сочетании с уравоксомом. Профилактика осуществляется, как правило, через 3 месяца после окончания первичного курса лечения и может быть как монопрофилактика с использованием только уравоксома, либо в сочетании с антибактериальными препаратами или уросептиками. Кстати, не нужно забывать о, повторяю, препаратах нитрофуранного ряда, которые по-прежнему очень хорошо работают. И вы видите, что степень рекомендации этого препарата достаточно высокая. Это уровень В, потому что были проведены, открытые рандомизированные исследования. И эффективность подтверждается не только по результатам клинических исследований, но и лабораторных исследований. В первую очередь, посмотреть, речь идет о специфическом иммуноглобулине А и G. И при этом нужно обратить внимание, что увеличение идет в отличие от исходного уровня. И кроме того, секретируемые иммуноглобулины, они не являются специфическими только для кишечной палочки. То, естественно, они достаточно высока перекрестная активность и в отношении других бактериальных патогенов, которые выделяются при инфекции мочевыводящих путей. И поэтому этот препарат может использоваться и при разных видах возбудителей. И многочисленные литературные данные тоже подтверждают, что частота рецидива в среднем уменьшается на 40%. Эти исследования проводились также и в группе детей младшего возраста. В Польше проводились такие исследования и в Германии, которые тоже подтвердили достаточную эффективность, как в плане уменьшения частоты рецидивов, уменьшения выявления бактерий урии. И подтверждается все это иммунологическими методами. Поэтому вот сейчас мы можем, в общем-то, рекомендовать использование уровоксома как альтернативного метода в лечении инфекции нижних мочевых путей. Мы его тоже начали у нас в клинике, у нас в городской нефроурологический центр. Несколько лет назад мы начали этот препарат использовать. И достаточно хороший был эффект. И я думаю, что сейчас просто можно начать его шире использовать, потому что процент осложнений крайне низок по литературным данным. Он не превышает 4%. Это в основном аллергические реакции. Спасибо.